На родине Виктора Степановича Черномырдина его земляки уже в который раз собирают любителей пробежаться с вертирком на лыжне. Лыжный спринт для черного отрога нынче едва ли не основная зимняя дисциплина. И кандидаты мастера, и мастера спорта, и участники европейских соревнований по лыжам. Если этого вида спорта нет в селе, то как-то сподвигнуть тех людей, которые стоят у руля, чтобы они не занимались этим. И мы показываем пример. Уже молодежь, она должна чем-то заниматься, особенно в селе. Когда мы начинали, всего было несколько команд, а сегодня 14, и еще желающие есть. Поэтому мы говорим, даже какой-то надо отбор делать, мы столько можем не поглотить. Но в любом случае, конечно, мы рады и будем развивать и дальше. Лыжный спринт соревнований интересный и зрелищный. На дистанции в 1200 метров лыжники развивают огромные скорости. Преодолевая ее менее, чем за две минуты. Морозная и ветреная погода не мешают спортивному азарту и стремлению к победе. Лыжи в России есть, лыжники в России есть. И спорту российскому быть. И очень приятно, что здесь, на нашей родной, на моей родной, Саракташской земле, в Черном отроге, традиционно проходит этот турнир по спринту. Олимпиада в Сочи дала дополнительный импульс соревнованиям. Едва ли не каждый участник состязаний следили за олимпийскими баталиями. Больше двух сотен лыжников со всех уголков области приехали сюда, чтобы выяснить, кто из них самый быстрый на короткой лыжне. Уже третий год, как они начались, так и участвуют. Полуфинал выходил, а дальше не получается пройти. У меня больше как-то марафон, чем спринт. Так что сегодня будет тяжело. Стараюсь на лучший результат. Ну, не знаю, лыжи пока что не очень катят. Надеюсь, раскатимся, потеплеет, все будет хорошо. Все зависит от нас, надо стараться. Все призеры соревнований получили памятные призы, грамоты и ценные подарки. А остальные участники зарят бодрости и желание обязательно победить на следующих состязаниях в честь Виктора Степановича Черномырдина. Максим Стародумов, Дмитрий Примачек. Новости дня.